что тут были какие задачки ну давайте по порядку наверное чтобы ничего не придумывать значит цикл ворграфия скажите какие-нибудь мысли сначала ваши ну типа нужно не просто проверять на то что мы прошли эту вершину то есть если мы вышли через две вершины и в нее обратно то это цикл но если мы в этой вершине уже были и в нее попали обратно но из другого дфс ну да да все правда как мы на лекции вкратце сказали что у нас все ребра в дфс на ориентированном графе бьются на четыре типа древесные прямые обратные перекрестные и нам ну нас короче интересуют только обратные ребра которые ведут в ребро на вот это вот ну в общем назад в дереве обхода а перекрестные ребра нам не дают цикла то есть если картинка какая-то такая да и у нас есть вот такое вот ребро перекрестные между как бы между различными подеревьями где ни одна вершинка не является предком другой то но это бесполезно то есть как бы если бы граф был не ориентированный туда от ребра дал бы цикл но в случае ориентированного графа это не цикл это могут какой-то там есть такой путь и есть такой путь это это не цикл в терминах ориентированного графа поэтому нужно проверить что ребро которое в общем единственное ребро которое дает нам ориентированный цикл это обратное ребро ну вот нужно просто проверить что ребро по которому вы хотите пойти это обратное для этого нужно просто сохранять информацию о том вышли ли вы из вершины уже или нет То есть, правда, лишь чтобы вы полностью обработали все ее под дерево и вышли из нее DFS. Вот сейчас институт, когда вы, значит, начинаете из корня, идете сюда, 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 потом отсюда вы уже ничего не перебираете, и как бы ваш DFS рекурсивно завершается и откатывается на шаг назад. И эту вершинку вы помечаете как все, мы из нее все обошли, больше она нам неинтересна, мы пометим, что там она закрыта. Вот. А все вот эти вершинки, в которые мы зашли, но еще не вышли из них DFS, мы их будем называть открытыми. Ну тогда, значит, пошли сюда, отметили это закрытый, потом это тоже закрытое, вернулись сюда, спускаемся теперь по этому пути. Это открыли, это открыли, и вот у нас есть ребро из открытой в закрытую, тогда понятно, что это ребро перекрестное, и оно ведет как бы в другое под дерево, и вместе они цикл не образуют. Но если отсюда есть, извините, если отсюда есть ребро в какую-то открытую вершинку, то есть вершину, из которой мы еще не вышли DFS, то у нас получается это обратное ребро, и, соответственно, вместе они образуют, ну, ориентируем цикл в графе. Вот. То есть мне нужно поддерживать у каждой вершинки, в общем, одно из трех состояний. Либо мы вообще в нее еще не пришли, либо пришли и еще не вышли, либо уже вышли. Олик. Не заходили вообще. Зашли, но еще не вышли. Ну, в смысле, DFS. То есть наш DFS зашел в эту вершинку, но еще не завершился рекурсивный запуск из этой вершинки. А второе, если зашли и уже вышли. То есть мы запустили DFS от V, он как-то нам походил, что-то обошел, и DFS от V завершился. Мы тогда помечаем ее вот на выходе, мы просто помечаем метку, ставим 2. И в итоге порт-цикл, ориентированный цикл, сдается ребром в вершину типа 1. Ну, как раз тип 1 – это то, что я тут нарисовал открытыми такими кружочками. Я хочу вернуться в одну из открытых вершин, из которой я еще не закончился DFS. Вот, значит, наличие такого ребра эквивалентно наличию в графе ориентированного цикла. Ну, и чтобы его восстановить, можно, скажем, хранить предка в этом нашем дереве обхода. То есть у этой вершинки предком будет вот это, у этой вот это, у этой вот это. Вот, тогда мы можем, если, значит, мы видим, что там из U есть обратное ребро в V, то есть есть ребро в вершину типа 1, тогда мы просто из U поднимаемся по вот этим обратным ребрам, по как бы, ну, по предкам. Поднимаемся в родители, в родители, в родители, пока не дойдем до этой вершинки, которая будет концом этого цикла. Вот. Все, вся задачка. Так, вторая интересная. Скажите, пожалуйста, решил ли мне кто-нибудь... Скажите мне, решил ли ее кто-нибудь? Про бомбочку. Что? Она, конечно, верена, но, в общем-то, когда мы считаем эти списка, то мы должны их снять ориентированным ребром, то есть вот мы считали и узнаем, вот, радиус рыва. И мы должны снять ребром эту вершинную систему, так как до второго она достает. Да. И у нас получается какой-то граф, и нужно найти просто количество VWO к мне связано с термой, это GDFS. Да, но у вас ребра ориентированные все-таки должны быть, во-первых, потому что может быть такое, что одна бомбочка взрывает другую, но не наоборот. Потому что там у одной может быть большой радиус поражения, вот такой. Ну да, но все ребра ориентированы. Да, но все ребра ориентированы, но тогда, наверное, не про компоненты связанности, а про что другое надо говорить. Но, да, в целом ок, только еще может быть проблема, что у вас может быть сильно много ребер, если вы наивно проводите отсюда ребро сюда, 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 сюда и так далее, то у вас может быть очень много ребер, вплоть до квадратичного количества. Но это чуть-чуть дольше. Ну, давайте сначала, да, давайте сначала так нашу задачу. Значит, сделаем следующее. Проведем ребро из этой бомбочки вжитую. Ну, во-первых, заведем граф на эндершинах, который соответствует бомбам. Проведем ребро ориентированное из ИВЖИ. Если, 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 если лежит в отрезке, который у нас там нарисован, да, икс, и в смысле то, что всегда надо взрывать наибольшую по радиусу. То есть это подъезжать на мобильнике тоже. Ну, возможно, я не думаю в эту вот сторону. Ну, да, понятно, что надо взрывать. Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Да, похоже на правду, но окей, давайте вообще без относительной жадности просто поговорим про этот граф. Что у меня произошло? У меня есть теперь ориентированный граф, и мне нужно, я понимаю, что если я нажму на какую-то ритрую бомбочку, то я взорву автоматически все достижимые из нее по ребрам. Что значит? Она вызывает цепную реакцию, сначала взрывается она, то есть при взрыве бомбы также взорвутся все достижимые из нее. То есть сначала взорвутся все достижимые из нее за один шаг, потом за два и так далее. То есть, по сути, мы просто все, что было достижимое из нее, взрываем. Вот, значит, что у меня теперь, как задача формулироваться? У меня есть ориентированный граф, мне нужно в нем выбрать минимальное число вершин, так, чтобы из них были достижимы вообще все. Были достижимы вообще все. Так. Давайте мы сделаем следующее. Давайте мы сожмем компоненты сильных связанностей в этом графе и скажем, что хорошие, значит, наоборот, плохие бомбочки – это те бомбочки, которые соответствуют… Ладно, давайте так. Значит, сожмем компоненты сильных связанностей в графе, а потом сделаем конденсацию. То есть, что такое конденсация? Сожмем конденсацию полученного графа. Смотрите, у меня все вершинки разбились на, как бы, куски. Каждый кусок – это компоненты сильной связанности. А теперь я буду делать следующее. Я сжимаю компонент усилийной связанности в вершину. Сжимаем все KSS в отдельные вершины. И, ну, проводим ребра между KSS. Что KSS? Например. Если у меня получилось разбление на KSS какое-то такое. Значит, вот тут там четыре вершины. Все попарно друг с другом достижимы. Там какие-то ребра есть. Вот еще компоненты сильной связанности. Там кто-то есть. Тоже какая-то куча ребер на них. И там вот еще компоненты. И вот еще компоненты. Там как-то ребра, неважно. Там что-то нарисовано так, что это компоненты сильной связанности. Так вот, есть ребра. Есть ребра вне этих KSS, которые как бы между ними расположены. Ну, например, что-то вот такое может быть. То есть там отсюда куда-то сюда. Возможно, несколько таких ребер. Отсюда сюда. Ну, и вот здесь нет никаких исходящих ребер. Тогда давайте мы объединим вот эти вот все компоненты. Сожмем в одну, как бы в отдельные вершины. Теперь у меня будет вот эта вот одна большая вершина. Вот эта одна большая вершина. Это и эта. Значит, у меня было четыре компонента сильной связанности. Значит, теперь будут четыре вершины. Я провожу ребра между компонентами. Ну, между новыми вершинами. Если между соответствующими компонентами были ребра. Причем, если их там было несколько, то я их склеиваю. И в итоге у меня получится от вот этого графа картинка следующая. Вот такая вот. Вот эта компонента превратилась в эту вершинку из нее из стебра вниз. Причем, два кратных ребра я склеил, потому что они не влияют ни на что. Отсюда из стебра сюда. Ну, и остается одна отдельная компонента. Значит, я утверждаю, что этот граф ациклический. Вот, это граф циклический, потому что, ну, если бы в нем был цикл, тогда на самом деле вот эти вот компоненты сильной связанности можно было бы сжать в еще большую. Потому что раз на них есть цикл, значит, не все друг из друга достижимы. Значит, и даже если мы вспомним, что каждая вершина на самом деле состоит из нескольких, которые, тем не менее, друг из друга достижимы, то тогда это все на самом деле должна была быть одной большой компонентой сильной связанности, которая, ну, которую мы почему-то не распознали. Мы сказали, что вот они все отдельные, да, но если у них был бы цикл, то значит, что они должны были бы все быть в одной. Вот, значит, граф ациклический, и в итоге задача такая, да, мне нужно теперь взять сколько-то вершинок, как можно меньше, так, чтобы из них были достижимы все. Но если граф ациклический, то понятное дело, что нужно просто взять все истоки. Взять все истоки. То есть вершины, в которой нет входящих ребер. В этом примере, значит, давайте, ну, этого ребра у нас нету, в этом примере у меня будут вот это и вот это вершина истоками, и только-только они две. Вот, значит, я утверждаю, что ответ – это количество истоков в конденсации графа. Ну, потому что понятное дело, что из каждого из этих компонент нужно взять хоть кого-то, нужно взять хоть одну вершинку, потому что в них вообще, ну, если не брать вершинку отсюда или не брать вершину отсюда, то мы никак не сможем взорвать всю эту компоненту, потому что в нее просто нет никаких входящих других ребер. Значит, нужно взять хотя бы по одной из них, но если я возьму одну отсюда и одну отсюда, значит, я автоматически взорву всю компоненту, потому что из нее достижима вся компонента, а дальше я взорву все, что достижимо, все остальные компоненты, которые достижимы по стрелочкам в конденсации. Вот. То есть на самом деле, если у меня есть граф, и мне нужно выбрать в нем минимальное число вершин, так, чтобы все остальные были достижимы, мне нужно просто построить конденсацию и взять по вершине из каждого истока. Ну, вспомним, что исток в конденсации – это как бы компонент связанности в исходном графике. Компонент сильно связанности в исходном графике. Вот. Такие соображения. Ну, и это нам помогает, на самом деле, решить задачу чуть-чуть эффективнее, чем за квадрат, потому что сейчас мы провели кучу ребер, да, из ИВЖИ. Таких ребер может быть квадратичное количество. Вот на самом деле можно сэкономить, сжать число ребер, можно сделать большую-большую магию. Можно построить дерево отрезков на бомбочках. Давайте я нарисую какой-нибудь пример. Вот, скажем, у меня есть 8 бомбочек. На них строю дерево отрезков как ориентированный граф. То есть я ничего не буду строить в вершинах, просто буду, ну, в общем, просто нарисую дерево. Так, так, так. И последняя вершинка корень. Вот, построил. Теперь смотрите, если я хочу провести, вот если я, скажем, перебираю битую бомбочку, я знаю, что при ее взрыве автоматически, да, затрагиваются, скажем, какие-то такие вершины. Но тогда мне можно не проводить отдельно вот ребро отсюда, сюда, сюда и сюда. Даже, скажем, давайте побольше возьмем какой-нибудь отрезок, вот так. Тогда я могу провести не в 4 вершины стрелки, а всего в 3. Я могу провести такое ребро, такое и вот такое. Потому что если я проведу из этой бомбочки ребро в вершину, которая контролирует какой-то подотрезок, вот этот вот, то по сути я сделал так, что из нее достижимы вот эти вот две бомбочки. Как бы не важно, мне важно только сохранять достижимость, да, из нее, из бомбочки кого-то там. Вот. Значит, мне не важно проводить ребра чисто в них или в вершину, из которой они все достижимы. Ну и также для всех остальных вершин я делаю, то есть для каждой бомбы я определяю отрезок, в который из нее есть, ну, как бы, какие бомбочки она взрывает при своем взрыве, и провожу ребра не в листья дерева отрезков, а вот в те отрезки, на которые разбивается этот отрезок в ДОшке. Тогда у меня ребер будет логарифмическое количество, да, потому что из каждой вершины, значит, мы знаем, что в ДО любой отрезок, он на самом деле разбивается на логарифмическое количество отрезков в ДО. И в каждой из них я провожу ребро, и того, получается, количество ребер будет логарифмическим. Значит, столько будет ребер. Вот. Ну а дальше, на самом деле, все то же самое. У меня есть теперь, сейчас скажу, что есть. У меня есть граф, и там из каждой вершины что-то, какие-то вершины взрываются. Мне нужно теперь определить, какое наименьшее количество листьев нужно выбрать так, чтобы все стали достиженными из выбранного множества вершин. Но это можно сделать как-то так же. Можно, ну вот тут аккуратно нужно повести себя с лишними вершинами. То есть, например, нужно точно будет убрать корень. Вот. Но в этой конструкции, короче, нужно будет убрать все вершины, в которые не ведет никаких ребер, кроме вот этих вот снизу вверх. Например, если отсюда еще будет ребро вот такое, тогда эту вершинку оставляем. И отсюда есть такое ребро, то мы ее оставляем. А корень мы откусываем, потому что, ну, корень это... Сейчас, секунду, кстати, доверяем. Да. Еще раз. Мне нужно... Вот я построил такой граф, теперь мне нужно из него удалить вершины, которые... В которой нет ребер снизу, потому что они отвечают, ну, вот таким, как бы промежуточным вершинам, которые на самом деле мне не нужно покрывать. В них не нужно... Как бы их не нужно достигать. Нужно достигать только листья. Но если в вершину входит что-то, то ее достижимость будет выполнена, даже если мы накроем все листья. То есть, если мы накроем все листья, если достижимы все листья, то достижимы и все вершины деревоотрезков, в которой есть ребра снизу. Вот. В итоге мы отбрасываем ненужные вершины, и теперь в нашем графе нужно сделать то же самое. Нужно, значит, найти минимальное число вершин, так что из них достижимы все остальные. Ну, это вот то же самое, конденсация и все источники найти. Так, вопросики. Похоже, что нету. Хорошо. Так, третья задача. Третья задача. Что? Непонятно, что хотят. Что? Непонятно, что хотят. Непонятно, что хотят. В смысле, как решать или условия непонятные? Условия. Условия. Окей, значит, у меня есть формула вот такого вида, как в условии. То есть, что-то такое. Ну, там, какой-то матлок же у вас был. Не так, третья задача. Значит, у нас есть много скобок вот такого вида. В каждой скобке у меня переменная или ее отрицание. Ну, это и таких куча скобок. Скажем, какой-нибудь там x или y. Еще какой-нибудь. Не, y не знаю. Вот, куча скобок. Мне хочется подобрать такой набор значений переменных, чтобы эта формула была истинной. То есть, вот, выполняющий набор – это набор значений переменных, для которого формула истина. Либо, что то же самое, все скобки выполняются. Поскольку у меня берется одна большая конъюнкция, то мне нужно, по сути, выполнить все эти скобки. Вот. И все. Нужно просто сказать… Ну, нужно просто найти какой-нибудь выполняющий набор. Идея следующая. Давайте мы заменим все вот эти дизюнкции на эквивалентные импликации. Мы знаем, что p или q эквивалентна вот такой формуле. Не p, стрелка q. Ну, это значит, что, типа, чтобы была верна дизюнкция, нужно, что если p неверно, то верно q. И то же самое можно написать, что если не q, то хотя бы p. Теперь давайте… Вот мы можем каждую скобку расписать в виде двух эквивалентных импликаций. Значит, тут будет если p, то r. Если не r, то не p. Ну и так далее. Каждую скобку я могу расписать в виде вот такой импликации, в виде двух импликаций. А теперь я заведу граф, вершинами которого будут служить переменные их отрицания. p не p, q не q, r не r. И просто проведу вот эти все ребра, которые я тут нарисовал. Я проведу из не p в q. Да, это может выглядеть как большая магия. То есть я вдруг импликацию превращаю в ребро графа. Ну, давайте сначала сделаем, потом разберемся, почему это… как это помогает нам решить задачу. И здесь я провожу ребро из p в r и из nr в nr в nr. И так дело для всех скобок. Значит, еще раз, каждую скобку я кардизюнцию представляю в виде двух эквивалентных импликаций и провожу вот эти два ребра, которые тут написаны. Так для всех скобок. Теперь я утверждаю следующее утверждение. Если существует переменная x, такая, что x и не x лежат в одной компоненте сильной связности, то выполняющего набора не существует. Выполняющего набора нет. Ну, импликация в виде стрелки в графе – это довольно естественная штука. То есть если мы взяли не r, если истина не r, то обязана выполняться не p. И как бы вот эта вот стрелка означает, что если одно, то другое. Как бы ровно это и говорит импликация, что если я взял истинный посылку, то должно быть истинное заключение. Теперь смотрите, если существует x, такой, что x и не x лежат в одной ксс. Это означает, что из x есть путь по стрелкам вне x. И наоборот, из не x есть путь по стрелкам в x. Тогда что это значит? Это означает, что если x истина, то путем там логических рассуждений можно заключить, что истина должна быть не x. Но такого одновременно быть не может. То же самое, если не x истина, то путем логических заключений можно вывести x. Это означает, что x никакое значение принять не может. Чтобы выполняли все импликации, x никакое значение принять не может. Потому что еще раз, если оно истинно, то оно должно быть ложно. А если оно ложно, то должно быть истинно. В итоге x никакое значение принять не может, значит, конечно, выполняющего набора не существует. И вот второе утверждение, что если таких конфликтов нет, то есть выполняющий набор. То есть если нет вот таких явных конфликтов, что из переменной следует ее отрицание и наоборот, то можно подобрать выполняющий набор. Значит, тут давайте скажем следующее. Давайте пустим наш алгоритм выделения KSS. Что он сделает? Он разобьет все вершины на компоненты сильной связности, причем он это делает в каком-то порядке. Давайте всем компонентам сильной связности будем присваивать номера в том порядке, в котором они обрабатывают наш алгоритм. В итоге все KSS имеют какой-то номер 1, 2 и так далее в порядке их нахождения алгоритма. В порядке их нахождения алгоритма. Значит, мы знаем, что для любого X, для любой переменной неверно, что номер компонента с X совпадает с номером компонента не X. Значит, выполняется неравенство в одну из двух сторон. Тогда, если C от X больше чем C от не X, положим X истинно. Если, наоборот, номер компонента X меньше, чем номер компонента не X, то положим X равно 0. Сейчас. Да, 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 все верно. То есть мы считаем истинным тот литерал X или не X, который лежит в компоненте с большим номером. В компоненте сильной связности с большим номером. Если это X, то X равно 1, если не X, то не X равно 1, то есть X равно 0. Значит, на примерчике, если у меня есть какой-то путь из X в не X, это автоматически означает, что компонента связности с не X больше, чем компонента связности с X. Потому что как работает наш алгоритм? Если есть путь из одной в другую, то он из этой вершины запустится вот этим нашим обратным DFS раньше. Значит, он найдет сначала CX, а потом найдет вот это вот все C от не X. То есть сначала запустится это, потом это. Поэтому компонент связности с сильной связности с не X имеет больше номер, чем компонент связности с X. Вот. В итоге, что мы смогли сделать? Мы еще раз что сделали? Запустили алгоритм нахождения компонент сильной связности. Также в каждой вершине записали, какой номер этой самой компоненты, в которую она попала. А дальше мы проставляем значения переменных либо так, либо единица, если X имеет больше номер компонента, чем не X, либо ноль, если наоборот, не X имеет больше номер компонента, чем X. Почему это работает? Почему это работает? Ну, пусть это не работает. То есть есть какая-то скобка, которая не выполнилась. Вот пусть скажем, это скобка P или Q, которая равна нулю в построенном наборе. равна нулю в построенном наборе. Что это значит? Это означает, что и P равно нулю, и Q равно нулю в наборе. Раз дизъюнкция нулевая, то каждый из дизъюнктов равен нулю. Что значит, что в нашем наборе мы поставили значения P нулевое и значения Q нулевое. Это означает, что переменная не P, вернее вершина не P, которую мы считаем истинной, лежит в компоненте связанности с номером больше, чем P. Просто потому, что мы так объявляем значения. То же самое не Q лежит в большей компоненте, чем Q. Окей. Это предположение того, что у нас P равно нулю, Q равно нулю. Дальше давайте распишем эту дизъюнкцию как ребра в нашем графе. Если не P, то Q. Если не Q, то P. Наличие таких ребра автоматически означает следующее неравенство. Что номер компонента связанности с не P, он меньше либо равен номера компонента связанности с Q. И номер компонента связанности с не Q не больше, чем номер компонента связанности с P. Потому что если есть такое ребро из неплевку, значит, что мы сначала запустим обратный DFS вот отсюда, потом вот отсюда. То есть либо неравенство строгое, либо они совпадают, но тогда они как-то лежат в одной компоненте сильной связанности. Не страшно. В итоге у меня есть вот такие четыре неравенства, которые, я утверждаю, приводят нас к противоречию. Ну давайте начнем вот с C от не P. С одной стороны это меньше, но C от Q. С другой стороны по этому равенству это строго меньше, чем C от не Q. А C от не Q меньше либо равно тоже по доказанному C от P. В итоге мы получили, что C от не P строго меньше, чем C от P, что противоречит вот этому вот. Вот этому неравенству. Противоречие. Значит, если мы действительно проставим значение переменных вот так, как тут написано, просто из номера больше компоненты, то у меня не будет невыполненных скобок. Потому что если есть какая-то невыполненная скобка, то мы приходим к противоречию. Все. Мы получили алгоритм за линейное время. Мы строим компоненты сильной связанности. Для каждой вершины сохраняем номер компонента, в которой она лежит. И просто говорим, что значение переменной – это нолик или единица в зависимости от того, какая вершина лежит в большей ксс. В смысле, в большей по номеру. Х или не х. Так, я закончил. Вопросики. Ну, закончил в смысле эту задачу. Ну, что-нибудь понятно, наверное? Хотя бы чуть-чуть. Решение в целом простое, просто тут как бы доказательство возможно может пугать. Так, четвертая задача совсем простая. Если у нас есть цикл, то не может быть топ-сорта. Предположим, противное. Пусть есть топ-сорта. Это означает, что можно упорядочить вершины так, что идут ребра только слева направо. То есть ребра какие-то только такие, такие и так далее. Тогда это ожидает, что цикла быть не может. Потому что что такое цикл? Это означает, что мы начали где-то, ходим по ребрам и заканчиваемся там же, где начали. То есть вот мы начали в какой-то вершине V. Идем по ребрам, идем, идем по ребрам. И вдруг в какой-то момент опять оказались V. Но все наши ребра, они ведут только слева направо. Значит, никакого шанса вернуться обратно в V у нас нет. Потому что просто ребер назад не существует. Значит, если граф имеет топ-сорт, то он обязательно циклический. Значит, если он имеет цикл, то топ-сорта не существует. Конец. Пятая задачка тоже несложная. У нас как-то сначала в начале сложная, потом попроще. Значит, мы вводим отношение эквивалентности, да, такой же, как на лекции две вершины эквивалентны, если существует путь из одной в другую и наоборот. Нужно доказать, что действительно отношение эквивалентности. Значит, рефлексивность. Почему вершина эквивалентна сама себе? Ну, просто потому, что из вершины в нее же есть путь, нужно просто стоять на месте. Мы считаем, что пустой путь тоже путь. Дальше. Что там? Симметричность. Если U эквивалентна V, то почему V эквивалентна U? Ну, просто по определению вот этой нашей тильдочки мы говорим, что они эквивалентны, если есть путь отсюда сюда и наоборот. Если мы их переставим местами, то у нас поменяются местами условия. То есть у нас есть путь из U в V, из V в U. А теперь должен быть путь из V в U и из U в V. Ну, понятно, что они есть просто по предположению. И последняя транзитивность. Если есть две такие эквивалентности, то можно заключить, что U эквивалентна W. Тоже несложно. Если у меня есть путь из U в V, и потом путь из V в W, то я хочу сказать, что есть путь из U в W. Ну, понятно. Давайте просто склеим вот эти два пути и все. Просто мы сначала попадем из U в V, потом из V в W. У меня получается путь из U в W. Ну и обратно. Если у меня есть путь из W в V и из V в U, то я их склеиваю и получаю большой путь из W в U. Все. Единственное, тут можно поговорить про простоту путей. Простота путей. То есть там я в условии написал, что вершины эквивалентны, если между ними есть простой путь, но на самом деле это совершенно неважно. Если между ними есть простой путь, то, конечно, этот же путь... Ну, если есть простой путь, то существует просто путь. То есть какой-нибудь путь. Этот же путь будет выступать в роли результата. А если между ними есть какой-то путь, не обязательно простой, То между ними обязательно есть простой путь. Потому что что такое непростой путь? То есть путь, который имеет самопересечение. То есть там какой-то вот такой вот маршрут, который когда-то заходит в те же вершины или, скажем, использует те же ребра, которые он уже когда-то использовал. Ну, давайте просто его как бы... Ну, тут такая интуиция сильно формально бесполезная проговаривать. Смотрите, вот мы шли-шли-шли, и вдруг в какой-то момент пришли в вершину, в которой уже были. Давайте тогда просто отбросим вот этот бесполезный кусок, на котором мы, по сути, просто сделали цикл, да, и ничего полезного от этого не произошло. Мы просто прокрутились, прокрутились на месте, там, ну, сходили погуляли, вернулись туда же, откуда начали. Давайте просто этот кусок отбросим, и наш путь сократили. Вот. И так будем делать, пока есть вот эти вот упедляния на месте, то есть пока есть вершины, в которые мы заходили больше, чем один раз, мы отбрасываем этот кусок, этот цикл, и наш путь сокращается в длине. Делаем так, пока наш путь не станет простым. В итоге, на самом деле, условия существования пути и существования простого пути, они эквивалентны в ориентированном графе. Значит, ну, в любом графе, на самом деле, значит, неважно требовать нам простоту пути или требовать просто существования хоть какого-нибудь пути, это совершенно не принципиально. Так, ну, что значит, мы в целом почти полностью обцелили на лекцию, единственное, там остался случай, что если между вершинами вообще нет рёбер, то почему всё ок, да? В смысле, нет пути ни в одной из двух сторон. Значит, вот пусть есть две вершины УВ, которые не эквивалентны, то есть, скажем, нет пути из УВ. Если не эквивалентны, то, допустим, нет пути из УВ. Возможно, есть обратный, а возможно, нет. На самом деле, это неважно. Ну, если нет такого пути, то... Так, что я хочу сказать? Нет, всё-таки, да, нам придётся рассматривать два случая. Значит, первый случай, есть путь из ВВУ, но это мы рассмотрели на лекции. Если есть такой путь, то вершина В обязана, как бы, ДФС из неё, прямой ДФС, должен завершиться позже, чем завершаться ДФС из У. Потому что если мы тут начали, то мне придётся дойти до У, поскольку ДФС посещает всё достижимое, мне придётся дойти до У, завершиться из неё ДФСом, и потом при курсе откатиться, завершиться ДФСом от В. Значит, если есть такой путь, то В вынуждена стоять раньше, чем У. Ну, в смысле, раньше, позже в порядке прямого обхода, потом этот порядок ревёрсим. Получается, что В стоит раньше в порядке, в котором мы запускаем обратные ДФСы. Но если В стоит раньше, то при запуске обратного ДФС из неё мы, конечно, до У не дойдём. То есть мы обойдём какую-то компоненту с В, будет с В, и потом только после этого мы запустим обход из У, который обойдёт что-то такое. То есть он был бы рад, конечно, захватить В, потому что мы идём по обратным брёгам. Но В уже лежит в какой-то компоненте, уже задействована, поэтому мы в В не попадём. Но это мы, на самом деле, отсюда на лекции. Если же нет пути из В в У, то есть у меня, получается, две вершины, нет пути ни из одной, ну, то есть между ними нет пути никакого. Ну, тогда порядок на них, порядок запуска ДФС на них может быть как угодно, но легко понять, что они никак не могут быть в одной компоненте сильной связанности в нашем алгоритме, потому что, ну, вот запустили мы ДФС от КУ, тогда мы посещаем всё, что достижимо по обратным ребрам. То есть все вершинки, из которых можно попасть в КУ. Ну, и здесь тоже самое, из В мы попали как-то так. В зависимости от того, какая из этих вершин была, из какой из них мы запустили обратно ДФС первой, она, ну, там, что-то посетит. Понятно, что другое она не посетит, потому что нет пути. А если я запущу из второй, то, ну, у меня получится две непересекающие компоненты. И при этом, ну, короче, я просто смотрю на вершину, которая была обработана первой. Значит, она, эта компонента не содержит вершину В, просто потому что нет пути. Ну, значит, тут даже не важно, есть, тут не важно, какая из них обрабатывается первой. В любом случае они не смогут попасть в одну, в одну КСС в нашем алгоритме. Все, значит, наш алгоритм поиска КСС действительно корректный. Ну, и седьмая, это, значит, проверить, что вершинка там одна является порядком другой в дереве. Причем, отвечать на запрос нужно за вот единицы. Ну, окей, пусть есть какое-то вот такое большое дерево. Давайте мы запустим DFS от корня и в каждой вершине посчитаем не только время входа, как мы это делали при... когда мы там это делали? Для, значит, для поиска мостов и точек сочинений мы вводили вот эту функцию TIN, время входа в вершину в нашем DFS. Но также давайте заведем TOUT как время выхода из вершины. Тогда давайте я сейчас проиллюстрирую на примере, как алгоритм будет работать. Он заходит в корень, отмечает, что он зашел в вершину в момент времени 1. Пошел в этого сына, сказал, что он зашел в него в момент времени 2. Спустился в сына опять в момент времени 3. Спустился в нового сына в момент времени 4. Дальше он понимает, что отсюда идти некуда, поэтому из этой вершины нужно выйти. И давайте говорим, что это происходит в момент времени 5. Теперь в момент времени... Ну, вот тут, в общем, можно говорить как угодно, но давайте говорить, что в момент времени 5 он поднялся сюда, потом спустился вновь вниз и говорит, что здесь в момент времени 6. Вышел в момент времени 7, потом поднимается, и выход вот отсюда происходит, выход из этой вершинки в момент времени 8. Подъем сюда, посещение новой вершины в 9, 10, выход из нее 11, подъем назад, выход из родителя в 12, теперь выход отсюда в момент времени 13. Ну и так далее. Теперь поднялись в корни, там это 14, 15, в общем, и так далее. У каждой вершины время входа и время выхода мы насчитываем просто в вызове DFS. А дальше я утверждаю следующее, что U – это предок V в нашем дереве. Если, если с одной стороны, время входа в U меньше либо равно время входа в V, а также время выхода больше либо равно времени выхода в V. Ну, это вроде совсем легко понять. Значит, чтобы U было предком V, мы должны были сначала, вот, например, вот это я назову ушкой. Вот это U, вот это V, например. Я должен сначала попасть в U, как-то там возможно что-то обойти, возможно вернуться опять в U, только после этого спуститься в V, то есть время входа в U действительно должно быть меньше, ну, не строго меньше, время входа в V. Дальше я должен выйти из V и только после этого вернуться опять в U и выйти оттуда. То есть тоже нужно выполнять вот такое неравенство, что время выхода из U больше, но время выхода из V. При этом оба эти неравенства необходимы, потому что если мы, например, будем требовать только вот это, что время входа меньше либо равно, то мы тогда будем считать, что вот эта вот вершинка со временем входа 2 является предком вот этой вершины со временем входа 14. Но это не так. Хоть мы в U и вошли раньше, чем вот в эту W, но на самом деле мы успели выйти из U до того, как успели войти в W. Поэтому нам нужно также проверять и вот это вот соотношение. В итоге все, мы просто запустили DFS, посчитали время входа, время выхода в каждую вершину, и чтобы ответить на вопрос, является ли одна предком другой, мы просто сравниваем там две пары чисел. Если два неравенства выполняются, то одна предком другой, иначе нет. Вот, все. Если нет вопросов, то всем спасибо, до свидания. Если есть, то задавайте.